Алло! Сегодня у нас второй урок, посвященный вопросам лечения в субботу. Если первый урок касался вопросов легких недомоганий или неопасных болезней, то сегодня мы будем говорить о тех случаях, в которых есть опасность для жизни. Общее правило, которым руководствуется в вопросах опасности для жизни в субботу, оно хорошо известно. Пику Ахнефеш, то есть ситуации, в которых есть опасность для жизни и нужно сделать определенные усилия для того, чтобы спасти жизнь. В этом случае Пику Ахнефеш, Духа и Шаббат, отодвигает опасность для жизни все запреты субботы, не только запреты мудрецов, но и запреты Торы. То есть можно делать и все 39 милоход запрещенные Торой в субботу, в этом вопроса нет. То есть любая болезнь, которая может привести к летальному исходу, позволяет нарушать субботу для того, чтобы лечить ее. И входят сюда в том числе и те болезни, которые по сути опасны, но благодаря открытым в предыдущем столетии антибиотикам или другим каким-то средствам лечения, они уже кажутся нам вовсе не такими опасными, какими они были в 19-м или в начале 20-го века, когда они косили просто миллионы людей. А сегодня медицина с ними легко справляется, более-менее легко. При всем при том, свои опасности они не утеряли, они по-прежнему считаются опасными болезнями. Говорилось уже не раз, что не только пикуахнефиш духа и шаббат, но и софек пикуахнефиш духа и шаббат, что означает, что даже там, где есть только у нас сомнения, действительно ли существует опасность для жизни, или другое сомнение, сможем ли мы, может быть, опасность для жизни очевидна, но у нас существует серьезное сомнение, а сможем ли мы помочь больному нашим вмешательствам, во всех этих случаях тоже разрешается нарушать субботу. Даже если шансы на спасение жизни, они минимальные. Более того, и это мы тоже не раз говорили, даже если нам очевидно, что спасти больного мы уже не сможем. Но вместе с тем, при помощи нашего вмешательства, мы сможем продлить его жизнь. Пусть немного, пусть всего лишь на несколько дней, или даже на несколько часов. Это тоже оправдывает вмешательство в субботу и нарушение субботы, даже ради продления жизни человека. Добавим еще то, что даже в случаях, когда человек сам виноват в том, что он оказался в опасном состоянии, благодаря его небрежности, халатности, или даже человек, который попытался покончить жизнь самоубийством, он сам привел себя к такому положению. При всем при том, мы обязаны, вне зависимости от всех этих превходящих обстоятельств, мы обязаны сделать все, чтобы спасти его жизнь. И в субботу тоже. Конечно же, в том случае, когда шансы очень-очень далекие и совсем нерационально было бы сейчас об этом заботиться, то там в субботу нарушать не стоит. К примеру, если, скажем, есть возможность, есть опасность заразиться опасной болезнью, то отправляться в субботу делать прививку от этой болезни не следует, если шансы заразиться этой болезнью очень малы, настолько малы, что большинство людей не считает необходимым делать себе эту прививку, то даже тот, кто считает это для себя нужным и важным, в субботу не следует это делать. Вот это основные принципы. Теперь уже начнем говорить о конкретных деталях. Сказали мы, что даже там, где есть сомнения, в действительности ли существует опасность для жизни, и в этом случае нам нужно действовать, нарушая субботу. Это верно и в том случае, когда сейчас человек, на самом деле, если мы спросим врача, каково его состояние, врач скажет, сейчас, в данный момент, опасности для жизни нет. Но, но, у него есть болезнь, болезнь сама по себе опасная. Правда, она протекает вяло, и в таком ее вялом течении конкретной опасности для жизни нет. Но, если будет обострение, чего нельзя исключить, то тогда, безусловно, будет опасность для жизни. Мы не будем дожидаться, пока это случится, не дай богу. И поскольку болезнь-то, она присутствует уже сейчас, и может в результате ее обострения в дальнейшем привести к опасности для жизни, уже сейчас, в субботу, мы начнем эту болезнь лечить. Если потребуется для ее лечения нарушить субботу, мы тоже это сделаем. Так следует вести себя каждый раз, когда причина дальнейшего развития, который может привести к опасности для жизни, существует уже сейчас, в настоящем. Как в случае, который мы рассмотрели. Болезнь уже сейчас, человек уже сейчас болен. Но не опасно. Но та же самая болезнь может обостриться, и тогда будет опасность. Но если конкретного возбудителя, конкретной причины опасности в данный момент нет, то, исходя из планов на будущее, нарушать субботу нельзя. И пример, который уже приводили. Скажем, на шоссе время от времени случаются аварии. И очень важно доставить раненых в этих авариях в больницу как можно быстрее. А шоссе, так как мы его знаем сегодня, оно огибает горный кряж. И пока скорая помощь будет тоже огибать это лишних, может быть, 10-15 минут, по сравнению с тем, если бы у нас был бы тоннель, который прорезал бы эту гору, и тогда мы сэкономили от 10 до 15 минут, хотя бы даже 10 минут, и быстрее привезли бы раненого человека в больницу. Стоит ли прорубить такой туннель? Ну, если есть средства, конечно, стоит. Да, но если этот туннель будут строить только в будние дни, а в субботу не будут, то это значит, что в год у нас будет не хватать как минимум 50, 52, 54 рабочих дня. А это серьезная задержка. За это время происходит, почти каждый день происходят аварии, и раненых нужно доставлять скорее и скорее в больницу. Так, может быть, мы позволим себе сейчас в субботу прорубать этот туннель для того, чтобы сократить время пребывания скорой помощи в больнице? Ответ нет. Поскольку в данный момент сейчас конкретного возбудителя опасности, конкретной причины опасности сейчас нет. Нет у нас перед глазами больного или раненого, который в дальнейшем может подвергнуться опасности. Поэтому в таких случаях субботу нарушать нельзя. Но когда причина, когда возбудитель, причина опасности уже здесь есть, как, например, человек, который сейчас болен, но его болезнь протекает вяло, не в опасной форме, но обострение может привести в дальнейшем к опасности для жизни, то болезнь мы начинаем лечить прямо сейчас, в субботу. Следующий вопрос. А как быть в случае, если, в общем-то, мы можем оказать помощь опасно больному, не нарушая субботу? Как тогда? Ну, ответ довольно очевиден. В таком случае, конечно, нужно сделать так, чтобы помощь была оказана без нарушения субботы, если при этом не ухудшится его состояние. А как быть в случае, когда нарушение субботы нам не избежать, но мы можем минимизировать нарушение субботы? К примеру, человека нужно отвезти в больницу. У него какой-то приступ серьезный. Если я повезу его в больницу, тогда, скажем, на своей машине, тогда я нарушу целый ряд запретов Торы. Это милоход шаббат. Но если я обращусь к просьбе к нееврею, чтобы он отвез этого больного в субботу, то тогда я нарушу всего лишь один запрет Мидербананта. Всего лишь одно постановление мудрецов, которое запрещает нам обращаться к неевреям с просьбой сделать что-то, что нам запрещено сделать в субботу. Это всего лишь один запрет, и то Мидербананта. Так следует мне в этой ситуации сделать все усилия для того, чтобы минимизировать нарушение субботы или нет? Или я должен вести себя, как будто сегодня не суббота, как будто сегодня воскресенье, и все, что необходимо сделать для спасения больного, делать самому. Ответ будет вот какой. Все зависит от конкретных условий. А именно, если попытка минимизировать запрет не приведет к потере времени и не приведет к потере в качестве ухода за больным, то именно так и следует поступить. Но если есть опасения, скажем, сейчас передо мной есть человек, у которого приступ его нужно ввести в больницу. Я могу его взять в машину прямо сейчас. Но могу я обратиться к нееврею. Правда, нееврей здесь под боком он не стоит. Его нужно найти. Там, где я живу, некоторые люди живут в городах, в которых найти еврея сложно, но я живу в городе, в котором, наоборот, найти нееврея сложнее. Если я начну его сейчас искать, то пройдет определенное время. И если так, то человек, у которого приступ, для него это ухудшение положения, безусловно. Ни в коем случае нельзя этого делать. В такой ситуации я обязан нарушить субботу самому и не искать нееврея, который сделал бы это вместо меня. И не искать способы, при помощи которых можно было бы минимизировать запрет Торы и в вождении машины тоже. Есть у вас личные книги, в которых написано, что можно сделать так и можно сделать так. И тогда это будет не такой строгий запрет. Все это хорошо, все это замечательно в случае, когда у нас есть масса времени. И мы не торопимся. Но когда у человека приступ и нужно быстро его доставить в больницу, мы на это не обращаем внимания. Если же нееврея находятся прямо здесь рядом и никакой задержки не будет, то тогда следует обратиться к нему. Правда? Многие авторитеты говорят, что в этом случае нужно быстро объяснить всем окружающим, что то, что я сейчас обращаюсь к нееврею, это не потому, что еврею нельзя нарушать субботу ради спасения жизни. Нет. Это разрешено. Только в данном случае желательно это сделать, минимизируя запрет. После того, как я это объяснил, я могу обратиться и к нееврею с просьбой транспортировать больного в больницу. То же самое по поводу вызова врача. Мне звонить или просить кого-то другого позвонить? Просить нееврея, все зависит от того, есть ли у меня время. Если это случай срочный, то тогда я должен звонить самостоятельно, не ждать, не искать кого бы то ни было и самому позвонить, чтобы вызвать скорую помощь или вызвать врача. Правда, вот здесь важная вещь. Если я говорю с домашнего телефона, то после того, как я позвонил, возвращать трубку на рычаг не следует. Потому что в этом уже это тоже действие, которое приводит к нарушению субботы. А для спасения жизни в этом действии никакой необходимости нет. Конечно, здесь тоже есть исключения. Например, одно из исключений, если я вызвал врача, врач спросил меня, как доехать до вас, я ему объяснил, но я опасаюсь, что он не очень разбирается, он может не найти дорогу, и он может еще раз мне позвонить, чтобы уточнить, как именно нас найти. В таком случае нужно, чтобы телефон не был занят, и поэтому мне можно и в такой ситуации вернуть трубку на рычаг. Понятно, что все это относится только к домашнему телефону, но масса людей, которые сегодня пользуются почти исключительно мобильными телефонами, а домашних телефонов почти и забыли, у них такого вопроса нет, они с этим не сталкиваются, ибо там не нужно возвращать трубку на рычаг, отсоединение происходит автоматически. Если, как мы сказали, срочности нет, то следует обратиться к нееврею. Пример этого. Вот, скажем, человек укусила собака, нам не удалось установить, эта собака получала прививки от бешенства или нет, и есть здесь серьезная опасность, бешенство это, безусловно, опасная, очень опасная вещь, и возникает вопрос необходим, что нужно сделать для того, чтобы этого избежать, нужно обратиться к соответствующему медицинскому учреждению и, скорее всего, получить самому укол прививку от бешенства. Поскольку вопрос о том, когда делать эту прививку, через час, через два и через три, он несущественный, время терпит, то в таком случае отвести укушенного в то место, где ему, где с ним побеседует врач и сделают прививку, то это может сделать и нееврей. А еврею садиться в данном случае за руль машины стоит только тогда, когда такого нееврея рядом нет. вызов врача, уже говорили об этом, но вернемся еще раз. Уже было сказано, вызывать врача можно в любом случае, когда есть опасение, что может быть опасность для жизни. А какому врачу звонить? Опять же, есть возможность пригласить врача еврея, есть возможность попросить врача нееврея. Из того, что мы сказали, если с точки зрения времени проблемы нет, следует ли, что нам нужно приглашать предпочтительно нееврея, нет. А предпочтительно следует приглашать врача более компетентного, вне зависимости от того, еврей он или нееврей. Если оба врача одинаково компетентны и опытны, и оба живут поблизости и могут прийти, приехать достаточно быстро, то тогда следует предпочесть врача нееврея. Если есть у нас возможность выбирать между врачами и евреями, снова мы выбираем наиболее компетентного, если оба одинаково компетентны, но один, скажем, человек, соблюдающий субботу, а второй не соблюдающий, то кого мы должны пригласить того, кто соблюдает субботу? Это некоторым людям не очевидно, но такова именно лоха. Если есть выбор, следует пригласить человека, соблюдающего субботу, такого врача. теперь врач осмотрел больного и сказал, к сожалению, я не могу здесь помочь, нужно его доставить в больницу, приемный покой, везите его в больницу. Что мы делаем? Вызываем скорую помощь. Хорошо. А если с этим есть какие-то сложности, мы можем сами отвезти его в больницу, если дело срочно, об этом мы тоже говорим. Приехав в больницу, вот здесь начинается трудность. Если мы приехали на скорой помощи, скорая помощь наша привезла, сдала в приемный покой и уехала дальше по вызову. Но если мы привезли больного на своей машине, то в тот момент, когда мы его привезли, вот дальнейшие уже действия, которые мы обычно делаем с машиной, приехав на местное назначение, делать нельзя. Выключить мотор и вынуть ключ из нельзя, ибо в этом нет, это действие безусловно нарушает субботу, а в нем нет уже никакого абсолютно никакой пользы для спасения жизни. Больное находится уже в приемном покое, им занимаются, а выключение мотора, оно только экономит мне бензин, экономит мне время в Моцей-Шаббат. Если бензин закончится, будет очень неприятно, конечно, мне придется где-то каким-то образом доехать до бензоколонки, набирать бензин, заливать его в бензобак, все это очень неприятно, морок, там ничего сделать нельзя. Выключить мотор нельзя. Более того, закрыть дверцы машины это тоже проблема, ибо это приводит к тому, что гаснет лампа, делать этого тоже нельзя. Вместе с тем, в ряде случаях, когда человек привез больного прямо к въезду в приемный покой, и здесь может создаться неприятная ситуация, когда вслед за этим приедет карета скорой помощи, а машина, стоящая здесь, будет ей мешать, то здесь правила изменяются. Здесь есть много разных правил, много разных вопросов, как быть, что именно сделать конкретно, это все мелкие детали, к которым мы не будем в них входить, но человек, который думает, что может ему представиться такая возможность отвезти кого-то на своей машине в субботу, должен познакомиться в литературе со всеми деталями вот этой ситуации, как быть с машиной после того, как больной был доставлен в больницу. больной, которого везут в субботу в больницу, имеет полное право взять с собой все вещи, которые ему необходимы в больнице. Мы не говорим, что поскольку теперь машине придется проделывать излишнюю работу, везти не только его, но еще сумку с его вещами, то поэтому, может быть, это ограничить и эти вещи ему привезти потом на исходе субботы, воскресенье и так далее. Аллаха не такова, можно взять с собой все, что ему необходимо для пребывания в больнице. Более того, это касается не только вещей, это касается и людей. Больной человек может взять с собой и кого-то из провожающих, либо своего родственника, близкого человека, на которого он полагается. Плотический случай, когда женщина едет рожать, у нее роды начинаются в субботу, то, конечно же, не всякого сомнения и захочется, чтобы муж был рядом с ней. И подобная вещь разрешается. Более того, не только родственник, но и, скажем, человек из медицинского персонала, на которого больной полагается. Он не очень полагается на медсестер или акушера, которые в больнице. Ему хотелось бы, чтобы рядом с ним был человек, который имеет медицинское образование и практику, он на него полагается и хочется ему, чтобы он был вместе с ним. Можно его взять с собой. Кстати, не только можно взять с собой, но и в таком случае, даже если этот человек живет в другом месте, и его не забирает та же самая машина, которая везет больного, но он знает, что больной ждет его в больнице и беспокоится, если он не приедет, то ему можно ехать на отдельном транспорте, на другой машине или на общественном транспорте, для того, чтобы доехать в субботу в больницу. На чем это основано? Дело в том, что Талмуд очень серьезно относится к вопросу о волнении больного и опасается того, что волнение или даже стресс, который может войти больной, который волнуется, он может повредить сопротивляемости организма болезни. Стало быть, это может повлиять на шансы человека выжить. Именно поэтому мы и разрешаем подобного рода для того, чтобы больной чувствовал себя уверенно, чтобы у него не было излишних волнений и чтобы, не дай бог, он не попал и не вошел бы в стресс, ради всего этого мы разрешаем людям, на которых он полагается, люди, о которых он просит и хочет, чтобы они были вместе с ним в субботу, они имеют полное право приехать в субботу на транспорте в больницу. Прибыли мы в больницу. вроде все хорошо, с машиной тоже как-то устроились. И вот теперь неприятная вещь. В больнице записав данные прибывшего больного требуют, чтобы он расписался. Писать в субботу нельзя. И строго говоря, для того, чтобы лечить этого человека, его подпись никак не нужна. Но персонал настаивает на это. Либо, например, когда ему говорят, смотрите, у вас серьезное очень положение, мы вас прямо сейчас кладем на операционный стол. Подпишите, пожалуйста, ваши согласия на операцию. А вот здесь уже все просто. Без согласия на операцию никто его класть на операционный стол не будет. Если есть возможность уговорить медицинский персонал, что я выражаю свое согласие устно в присутствии свидетелей, и они могут потом это подтвердить, и это протоколируется, есть такая возможность. Замечательно, все хорошо. Но если нет такой возможности, а опасность для жизни реальная, то можно также и подписать необходимые документы и согласие на операцию и так далее. Если есть возможность, лучше сделать это измененным образом, например, подписаться левой рукой или что-нибудь в этом роде. Но если такой возможности нет, то можно подписаться обычным образом, правой рукой тогда. Прибыли в больницу, приняли нас в приемном покое, заполнили все документы, все хорошо, можно начинать лечить. Можно проводить все необходимые мероприятия по диагностике болезни и все, что необходимо делать для лечения его. если есть опасность для жизни, в этом никакого сомнения нет, нарушаем субботу, нет вопроса. А что касается не самого лечения, а других потребностей, опасно больного. Перед нами человек опасно больной, который определяется лохой, как опасно больной, и врачи это подтверждают. В данный момент у него есть потребности, не связанные с его болезнью. Можно ли ради них нарушить субботу, чтобы человек не испытывал этих потребностей, чтобы это ему не мешало. Правило здесь такое, если удовлетворение этих потребностей поможет организму человека бороться с болезнью, тогда мы их удовлетворяем через нарушение субботы, хотя прямой связи между болезнью и этими потребностями мы не видим. Пример. В палате горит яркий свет, и измотанный больной, опасно больной, не в состоянии заснуть. Здесь нам очевидно, что усталость его и недосы, и подсутствие сна, безусловно, ослабляют организм. А если он выспится, то это хоть немного повышает, его шансы повышает возможность организма бороться с болезнью. Поэтому в данном случае можно будет выключить свет, несмотря на то, что это нарушение субботы, для того, чтобы дать возможность больному выспаться. удовлетворить. если это потребности, которые, удовлетворение которых не улучшает шансы человека на выздоровление, то их удовлетворять в субботу через нарушение запрета второй, связанных с субботой, нельзя. Если, скажем, ему очень хочется сейчас попросить, чтобы заварили ему свежего чая, или курильщик, которому ужасно, ужасно, ужасно хочется курить. он поскольку подобного рода вещи, и свежезаваренный чай, и свежезакуренная сигарета, они не повышают шансы человека на выздоровление, то нарушать законы Торы в данном случае нельзя. Что касается запретов медрабанан, постановлений мудрецов, то если мы имеем опасно больного человека, то можно ради удовлетворения его потребностей, даже не повышающих его шансы на выздоровление, все-таки можно нарушить запреты мудрецов измененным образом, не обычным принятым образом, а измененным образом. Больной жалуется на то, что ему холодно, опасный больной жалуется на то, что ему холодно. Холод это вещь не только неприятная, но и безусловно может ослабить силы организма. Поэтому для того, чтобы ему не было холодно, можно включить отопление в субботу. И наоборот, если он просто помирает от жары, то можно включить и еврею, можно включить кондиционер, для того, чтобы ему не было так жарко. болезнь Ну вот, теперь мы пришли к очень важному вопросу, кардинальному вопросу, а какие болезни, в каких случаях мы говорим, что есть опасность для жизни, в каких случаях нет. Конечно же, хорошо, когда у нас под рукой есть врач, который осмотрит больного и тут же вынесет свой вердикт и скажет, опасна эта болезнь или не опасна, это замечательно, но не всегда это бывает. Поэтому определенные правила, определение того, опасна болезнь или нет, опасная ситуация перед нами или нет, знать их необходимо. Прежде всего, Талмуд говорит, что опасной для жизни является то, что называется мака шель халаль. Халаль это внутренняя полость организма, то есть туловище, включая голову и все, что внутри него находится. То есть руки и ноги здесь не в счет. Стало быть, болезнь внутренних органов согласно Талмуду, любая болезнь внутренних органов является опасной до тех пор, пока врач не скажет, что опасности нет. Но по умолчанию болезни внутренних органов, то есть что сюда входит? И болезни головного мозга, и болезни сердца, кровеносных сосудов, гипертония, пониженное повышенное давление, и болезни желудка и кишечника, и болезни печени, почек и желчного пузыря, и так далее. Все это болезни внутренних органов, по умолчанию Талмуд считает их опасными болезнями, ради которых можно, ради лечения которых можно нарушать субботу. То же самое согласно Талмуду и называется это в Талмуде макашин халаль, то есть повреждение внутренних органов, даже если мы не можем сказать, что есть какая-то болезнь, но в результате, скажем, нанесенной раны, в результате травмы, в результате аварии, тому подобное, есть поражение внутренних органов, это тоже согласно Талмуду считается опасностью для жизни и ради ухода за людьми, получившими такую травму, такое повреждение внутренних органов, нарушают субботу. А как быть, если травмы нет, да и болезни нет, и у человека вдруг резкая боль в животе, резкая, сильная боль в животе, как нам быть в этой ситуации? если есть такая обычная боль в животе, она не является симптомом какой-то опасности для жизни, нет, но это когда мы знаем ее происхождение, а если вдруг ни с того ни с сего человек чувствует острую резкую боль в животе, и мы не можем связать это с какой-то определенной болезнью хронической, которую он страдал раньше, то у нас зарождается порождение, быть может, это свидетельство этого какой-то опасной болезни, не нужно далеко ходить, не нужно много фантазировать, хотя бы даже простой аппендицит, аппендицит это безусловно опасная для жизни болезнь, не всякого сомнения, это поражение внутреннего органа, согласно талмуду, понятно, что это опасная болезнь, и с точки зрения современной медицины, и без талмуда понятно, что это опасная болезнь, и поскольку мы не знаем, отчего у человека вдруг резко заболел живот, то если сильная боль в нижней части живота присутствует, то это сафек пикуах нефеш, то есть у нас есть сомнения, а нет ли здесь опасности для жизни, в такой случае можно нарушать субботу ради такого больного. Хронические заболевания внутренних органов. Обычно такие люди получают лекарства. Надо позаботиться еще с пятницы, чтобы эти лекарства были под рукой, и можно их было принять в субботу. Вместе с тем, это касается тех лекарств, которые нужно принимать ежедневно. А если врач не настаивает на ежедневном принятии, если один день пропустить, ничего страшного не случится, тогда принимать эти лекарства в субботу нельзя, несмотря на то, что идет об опасной болезни. К примеру, скажем, если врач опасается возникновения тромба у больного, то он ему пропишивает какое-то разжижающее кровь лекарство, аспирин или еще что-нибудь в этом роде. И если врач говорит, что это вещь не страшная, если он один день в неделю, если он пропускает и в субботу он не примет это лекарство, то тогда его принимать и не стоит. Но если врач настаивает на ежедневном принятии лекарства и говорит, что ждать не следует, то лекарство в субботу принимают его нужно приготовить с пятницы а что делать если забыли и вдруг в субботу объясняется что лекарство кончилось если перед нами опасно больной и врач настаивает на ежедневном принятии лекарств то можно сходить в аптеку желательно чтобы это сделал не еврей нет под рукой не евреи это должен сделать и еврей тоже и принести их желательно измененным каким-то образом если можно сунуть под шляпу а не просто нести в кармане это очень и очень желательно в случае когда больной принимает лекарство которое действует на протяжении 24 часов скажем вот если у человека есть гипертония гипертония вне сверху сомнения опасная болезнь нет вопроса и для того чтобы ему наладить давление ему дают набор лекарств или даже одно лекарство но действуя его на протяжении суток нет смысла чтобы такой больной принимал эти таблетки это лекарство в субботу он может принять лекарство перед наступлением субботы и сразу же после наступления субботы после окончания субботы в Муцей-Шаббат всего лишь 25 часов между одним и другим принятием лекарства если это 24-часовое лекарство которое поднимается раз в сутки то проблемы нет проблемы нет только с организованными людьми которые хорошо помнят что они каждый день должны принимать эту таблетку и они будут помнить что нужно принять ее перед наступлением субботы сразу после окончания но к сожалению не все люди так организованы я знаю это по себе вот если у меня есть условный рефлекс если я встал утром то я знаю что утром должен принять свои лекарства а если я их утром не приму сразу и я их буду принимать перед наступлением субботы 70% вероятности то я забуду в особенности перед наступлением субботы всегда всегда дома бардак у нас всегда есть гости всегда нужно бегать чтобы быстро все успеть сделать и перевести холодильник на субботний режим и воду и блех и плату и миллион вещей еще успеть принять душ и одеться в такой ситуации вещи вылетают из головы если она дырявая то делать нечего и понятно что я забуду взять а в музей шаббат когда уже прошел прошел целый день и утром уж тем более забуду поэтому для таких забывчивых и замороченных людей как я для них вот этот вот совет принять лекарства перед наступлением субботы и сразу по окончании субботы для них он не актуален поэтому им нужно выяснить вопрос с раввином как им быть не исключено что им будет разрешено принять лекарства и в субботу как обычно человек встает утром сразу принимает свои лекарства но это нужно еще раз обговорить с компетентным раввином до сих пор мы говорили о болезнях внутренних органов то же называется в Талмуде Макашин Ханаль теперь наружные раны наружные раны в отличие от повреждения внутренних органов они обычно опасности для жизни не представляют раны руки и ноги но конечно же есть исключения например перелом 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 кости перелом ноги перелом руки есть случаи в которых он может представлять собой опасность для жизни например если сломана бедренная кость то поскольку рядом находится бедренная артерия не дай бог обломок кости ее повредит начнется сильное артериальное кровотечение это опасность потери крови и совершенно очевидно это опасность для жизни поэтому даже такая вещь как перелом в определенных условиях может представлять собой опасность для жизни тогда разрушается конечно же нарушить субботу для того чтобы заняться этим переломом вывихи вывихи тоже в большинстве в своем никакой опасности для жизни не представляет но вот вывих шейного позвонка если это не вывих руки и ноги а вывих шейного позвонка то безусловно это опасная для жизни ситуация и можно нарушать субботу в таком случае глубокие раны понятно что вне всякого сомнения мы о том уже говорили если это раны которые доходят до внутренних органов и есть опасения того что повреждены внутренние органы тоже называют талмуд макаш и халаль это опасная для жизни ситуация нарушаем субботу однозначно даже там где внутренние органы не задеты однако глубокая рана была нанесена металлическим предметом гвоздем ножом или стеклом например поскольку это может вызвать анаэробную инфекцию а это опасная для жизни штука то в таком случае когда есть глубокая рана нанесенная железом или стеклом то можно в данном случае нарушить субботу укусы ну конечно же если человека укусил скорпион или ледовитая змея то понятно что это опасность для жизни это может привести к летальному исходу но остальные укусы обычно не представляют собой опасность для жизни поэтому нарушать ради них субботу не следует высокая температура все течет все изменяется когда-то можно было пользуясь ртутным термометром запросто измерять в субботу свою температуру сейчас ртутный термометр это уже достояние прошлого у большинства людей есть только дигитальный термометр а вот им уже можно воспользоваться только если есть опасения что быть может речь идет об опасной болезни есть опасность для жизни сама по себе высокая температура не является опасной обычно температура это только признак того ведь это не сама болезнь температура только признак того что организм борется с болезнью поэтому повышается его температура но есть случаи в которых температура доходит до такого уровня, настолько высокая, что она уже может представить сама по себе опасность для жизни. Какая это должна быть температура? Некоторые авторитеты говорят, что даже 39 градусов, другие говорят, что 39 еще нет, но уж 40 градусов точно сама по себе температура может представлять собой опасность для человека. Поэтому для того, чтобы сбить эту температуру, можно принимать все необходимые средства, в том числе через нарушение субботы. Иногда даже более низкая температура может свидетельствовать о том, что есть опасность. Первый случай, когда нам совершенно непонятно происхождение. Почему? Или наоборот даже. Скажем, человек, вот это хороший пример, человек болен какой-то хронической болезнью, болезнь внутренних органов, и вдруг у него в субботу повышается температура. Вполне реальное здесь опасение того, что, быть может, это повышение температуры связано с его хронической болезнью. Быть может, там идет воспалительный процесс, быть может, проникла инфекция. Все это говорит о том, что не исключено, что мы имеем дело с опасностью для жизни, поэтому даже при относительно невысокой температуре, не такой, которая доходит до 39-40 градусов, даже более низкой температуре нужно уже принимать меры. И, наконец, еще один пример, когда люди очень пожилые, очень маленькие дети и очень пожилые люди. Для них температура высокая, даже если это не 39 и не 40 процентов. Более низкая температура представляет собой опасность. Вполне может развиться здесь обострение, и поэтому для очень пожилых людей можно принимать лекарства для того, чтобы сбить температуру или какие-то другие средства, необходимые для понижения температуры. Кстати, о маленьких детях. Чуть было не забыл. Представьте себе ситуацию. У меня когда это случилось? Один из моих внуков заполз в комнату, закрыл дверь, и дверь захлопнулась. С точки зрения Аллахи это опасная ситуация. Хотя этот малыш, он себе ничем особо в закрытой комнате навредить не может, но само его состояние запертого в комнате человека, оторванного от своей матери, от всех других людей вокруг, и при том, что это маленький ребенок, это с точки зрения Аллахи опасно для жизни, поэтому в таком случае необходимо сделать все для того, чтобы дверь открыть, не получается открыть, взломать, и даже если для этого приходится явно нарушать субботу, взламывая эту дверь, нет никакого сомнения, что это делать не только можно, но и нужно, и чем скорее, тем лучше. От маленьких детей к родам. Роды, с точки зрения Талмуда, безусловно, представляют собой опасность для жизни, хотя нам кажется, что если мы посмотрим статистику смертности при родах, то статистика очень-очень хорошая, очень мало кто на сегодняшний день умирает при родах. Слава Богу, медицина сумела обеспечить эту статистику, вовсе не так было раньше, но это не значит, что роды сами по себе не являются опасной ситуацией. То, что в большинстве случаев все заканчивается хорошо, есть хэппи-энд, это не значит, что процесс происходящий не опасен для жизни, он по-настоящему опасен. И тот, кто учил медицину или хотя бы даже просто физиологию, может представить, какие сложные и опасные процессы происходят во время родов. Поэтому Талмуд говорит, что роженица на протяжении семи дней после родов считается опасной больной, благодаря тому шоку, который она переживает. Шок, имею в виду не средство, а шок в ее организме. Первые три дня, то есть если суббота падает на первые три дня после родов, то можно ради роженицы нарушать субботу, даже если она сама об этом не просит. Следующие четыре дня, если суббота приходится на четвертый, пятый, шестой, седьмой день, то тогда можно нарушать субботу, то есть только если роженица сама этого просит. Без ее просьбы уже нет. Кстати, с какого момента мы называем ее роженицей,ными словами? Когда, если роды начались в субботу, то с какого момента можно уже везти ее в больницу, нарушая субботы, вызывать скорую помощь, либо везти на своей машине? С того момента, как появились уже схватки, и эти схватки приходят с четким интервалом, скажем, каждые 10-15 минут, это уже вполне приемлемый порог. С этого момента мы считаем ее роженицей, и можно ее уже везти в субботу на машине в больницу. До сих пор мы говорили о опасностях, о которых говорит Талмуд, то есть те случаи, которые определяются Талмудом как опасные для жизни. То есть это либо поражение внутренних органов, либо болезнь внутренних органов, либо роды, либо наружные, но глубокие раны и так далее, все это мы осветили. Те самые случаи, в которых по умолчанию Талмуд считает это опасными ситуациями, если только врач не скажет, что не страшно и терпит отлагательство, не нужно нарушать субботу ради этих больниц. Но есть еще болезни, которые в Талмуде не описаны и не учтены, но современная медицина считает их опасными. И в этом случае нужно нарушать субботу для лечения больных, для ухода за ними. Причем даже если не все врачи считают эти болезни опасными, а лишь только их часть. Между специалистами в области медицины есть спор, опасны ли эти болезни или нет. Достаточно того, что часть врачей считает их опасными, чтобы мы нарушали ради них в субботу. Ну и думаю, что правильным будет привести хотя бы короткий список таких болезней. С чего мы начнем? Аппендицит уже упомянут был. Конечно же, это опасная болезнь. Дальше. В случае, когда у больного с диабетом случается приступ либо гипоклимии, либо гипергликемии, это опасная ситуация и требуется вмешательство. Если необходимо для этого нарушать субботу, безусловно, можно это делать. Затруднения, которые переживает человек с дыханием. Опасность. Инсульт, кровоизлияние в мозг. Опасность. Нефрит. Заболевание почек. Наличие инфицированных ран. Даже если раны не глубокие, но мы уже понимаем, что есть инфекция. Случаи с кровотечением. Ну, когда это артериальное кровотечение. Очевидно, это опасность для жизни. Можно понять, что перед нами артериальное кровотечение по цвету крови. Это не темная, это ярко-красная кровь, которая идет довольно сильно. Это может быть случай глубокой раны, либо если есть внутреннее кровотечение, то это тоже опасность для жизни. Вне всякого сомнения нарушается субботу. Дальше. Менингит. Острые глазные болезни. Или вдруг неожиданная потеря зрения. Это тоже опасность для жизни. Говорит об опасности для жизни. Отравление. Отравление угарным газом, либо другими отравляющими веществами. Перелом бедренной кости. Это мы уже упоминали. Открытый перелом. Перелом черепа. Пневмония. Повреждение головы. Повреждение уха. Когда из уха человека вдруг идет кровь или выделяется что-то такое водянистое. Это говорит о переломе черепа. И это тоже опасно с точки зрения врачей. Раковое заболевание. Его осложнение. К примеру, если у человека происходит непроходимость кишечника. Это однозначная опасность. И нужно моментально действовать. Сердечный приступ. Серьезные осложнения при беременности. Сильная резкая боль в животе. Упоминания, когда мы не знаем ее происхождение. Это тоже может быть свидетельство об опасности для жизни. Сильное обезвоживание. Серьезный ожог. Солнечный удар. Тепловой удар. Все это вещи опасные для жизни. Эпилептический припадок. Это тоже опасность для жизни. Вот это короткий. Понятно, что он не полный список. Но это короткий список болезней, о которых, даже если они не упомянуты в Талмуде, современная медицина утверждает об их опасности для жизни. Поэтому при наличии таких болезней нужно действовать быстро. И если это необходимо, ради этого нарушить субботу, то это тоже можно и нужно сделать. Бывают ситуации, в которых опасности для жизни человека нет. Но есть опасность для одного из органов. Не внутренние органы, о которых мы говорили, что это опасность для жизни человека, а внешние органы. В таком случае нарушать запреты Торы нельзя. И все, что можно нарушать, это только запреты Мидера Банан, постановление мудрецов. Но, и это очень важное но, в целом ряде случаев, поражение внешнего органа может само привести в дальнейшем и к опасности для жизни. Уже в третий раз я это упоминаю. Перелом бедренной кости или какая-то рана бедра там, где это находится близко к артерии. Поскольку это, в данном случае мы уже говорим не о потере органа, не о том, что человек, может быть, у него срастется неправильно кость или еще что-нибудь. Он не сможет ходить как следует. Речь здесь идет уже о конкретной, довольно серьезной опасности для жизни. Поэтому в таком случае, хотя поражение внешнего органа, но оно может привести к опасности для жизни, поэтому может нарушать субботу. Там, где мы уверены, там, где мы уверены и нет у нас сомнений, что опасности для жизни нет, и речь идет только о сохранении этого органа, пальца или еще что-нибудь, то можно нарушать лишь постановление мудрецов, но законы Торы в субботу в таком случае нарушать нельзя. Закончить этот урок я хочу тем, что сказано в Иерусалимском Талмуде. Говорит там Талмуд так, что в случае опасности для жизни, То есть человек, который сам при опасности для жизни, он сам боится брать на себя ответственность за нарушение субботы и идет к Равину, чтобы Равин ему разрешил нарушать субботу, такой человек проливает кровь. Ибо он тратит золотое время, быть может болезнь острая, и потеря времени даже нескольких минут может стоить другому человеку жизни. Поэтому не ходят в такой ситуации к Равину, чтобы спрашивать его, можно ли нарушать субботу. Там, где есть хотя бы, то же называется, сафек пикуах нефеш, хотя бы сомнения, а нет ли здесь опасности для жизни, следует сразу самому на свою ответственность, на свой страх и риск делать все необходимое в субботу, даже через нарушение законов субботы. Продолжает дальше Талмуд в Анишальна-Рейзе-Мигуде. А Равин, которого спрашивают в таком случае, который в субботу приходит с вопросами о том, можно ли нарушать субботу ради вот такого опасного больного, такой Равин заслуживает всяческой критики. Спрашиваются задачи, а Равин в чем виноват? Если какой-то недостаточно умный человек, вместо того, чтобы, действуя на свой страх и риск, сразу принять необходимые меры для спасения жизни человека, если вместо этого он идет к Равину, получить от него разрешение, только это он виноват. А Равин здесь в чем? Поясняют комментаторы. Равин в такой ситуации. Виноват вот в чем. Он должен был позаботиться о том, чтобы люди знали законы спасения жизни в субботу. Он должен был на своих уроках, на своих дрожжет, при любой возможной ситуации, прежде всего, позаботиться о том, чтобы все знали, что там, где есть опасность для жизни, в субботу не спрашивают Равина, а сразу же принимают необходимые меры для спасения жизни. И если он этого не сделал, то он, безусловно, заслуживает критики. Он, безусловно, неправильно себя повел. И, как мне кажется, это правило касается не только Равинов, но и тех людей, тех организаций, которые занимаются распространением Торы и устраивают различные уроки. Получается, что самая первая тема из области Аллахи, которую необходимо досконально изучить, так, чтобы люди хорошо в ней разбирались, и чтобы вопросы у них буквально отскакивали, ответы на вопросы отскакивали от зубов, Самая важнейшая тема, с которой нужно начинать, это вопрос о сохранении жизни в субботу. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, чтобы не ходили к Равинам с такими вопросами, чтобы эти вопросы умели решать сами, на месте, моментально, не тратя драгоценного времени, которое может стоить жизни человеку. А спасение жизни человека, как говорит Талмуд, тот, кто был причиной потери жизни человека, он как будто бы уничтожил весь мир, а тот, кто сумел спасти, удостоился того, что он спас жизнь человека, то он тем самым как бы спас весь целый мир. Продолжение следует...